Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынка. И сегодня с нами наш коллега из Калининграда, алго-трейдер Андрей Малевич. И специально для него мы подогнали суперинтересную тему «Итоги президентских уроков США». Так что, так сказать, Андрей показал вам всю полноту и глубину анализа его торговой системы. Андрей, приветствуем вас! Приветствую, Игорь Николаевич, приветствую, ребята! Как вы утром проснулись? Что у вас в показателях? Плюс-минус? Ну, по золоту у меня плюс. По некоторым парам есть минус, по некоторым удерживаю. Минус фиксированный, ну, как бы выбило по стопу? По стопу, да, выбило. В целом плюс или минус получился по итогам ночи? Или не считали такой, не сольдировали? Ну, там же в МТ, в интерактиве, там же все автоматом баланс считается. Если сейчас зафиксирую, то буду в плюсе хорошем. Но я пока удерживаю. Ага, то есть, в целом, по итогам ночного движения в хорошем плюсе, ясненько. Ну, удерживать, естественно, если вы видите свой тренд, свое направление. Ну, и для вас, Андрей. Ну что, давайте посмотрим на графиках, как выглядит рынок. Сегодня у нас кросс-курсы. Как можно заработать на кросс-курсах в условиях президентских выборов в США, то есть валютным парам без доллара? Возможно ли это осознавать? Ну, давайте посмотрим на графики. Давайте. Приветствую еще раз, друзья. Давайте посмотрим на графики, что у нас, в общем-то, есть интересного. И сначала, по традиции, давайте подведем итог по тем парам, которые мы открывали неделю назад. И посмотрим, что у нас, в общем-то, что у нас, в общем-то, получилось. Итак, неделю назад была открыта позиция по новозеландцу-канадцу. Зафиксировался первый тейк-профит у нас. Зафиксировался у нас еще 30 октября. Ставили его над уровнем по цене 88.00. Зафиксировался он в 0.46%. И сейчас котировка стоит чуть-чуть ниже него. То есть я его продолжаю удерживать в направлении шартов. Стрелочку вы видите. По тренду. То есть по данному инструменту у нас идет среднесрочный падающий тренд. И, в общем-то, удерживаем, согласно этого тренда, позицию в шорт. Фиксировать я буду где-то вот на этих консердационных сборах. Это примерно в 1%. Пока двигать я ничего не буду. На отметке 0.8747. Внимание. Стоп я передвинул в район минимального убытка 0.05%. Так что если котировка вернется и собьет, то это будет убыток 0.05%. Можно сказать по нуля. То есть, в принципе, в любом случае мы остаемся в профите 0.46%. Давайте я сейчас себе помечу. 0.46. Далее. Евроавстралиец. Евроавстралиец. У нас мы набирали позицию в лонг. Вот отсюда. Вот отсюда. Так, зафиксировали, зафиксировали два тейк-профита. Первый тейк-профит была фиксация и второй тейк-профит тоже была фиксация. Если усреднить значение, то это получается 0.74%. Пока эта пара снимается, она больше не интересна. Сейчас, момент, я удалю. То есть, она отработана. 0.74%. Получается 1.2%. Далее. Евро. Новозеландец. Первую половину позиции мы закрыли в 0.35%. Брали ее от отметки. 1.75%. 1.75%. 1.78%. Зафиксировали. 1.76%. 0.41%. До второго тейк-профита чуть-чуть не дотянулись. Хотел я, в принципе, сходить до уровня 77.31%. Немножко не достали. Буквально несколько пипсов. И развернулся данный инструмент. Развернулась цена по данному инструменту. И выбили в подтянутый уже стоп-лосс 0.16%. Его выбили. Соответственно, получилось 0.19%. Плюс 0.19%. 1.39%. Так. Про эту позицию тоже забываем. Снимаю я ее. В общем-то, с рынка ушли. И пока на данный момент инструмент не интересен. Инструмент будет интересен. Сейчас я покажу, когда. Здесь это уже прослеживается. Для меня, по крайней мере, интересен будет инструмент, когда подойдет примерно к уровню 77.34. И немножко повыше. Вот куда-то сюда. Вот. Тогда он будет интересен для меня в шорт. Новозеландец Франк. Новозеландец Франк. Открывали позицию. По... Но... 60.93%. Стоп у нас стоял 61.20%. Зафиксировали первую половину позиции на отметке 60.62%. Это 0.53%. И далее нас выбили по стопу в районе отметки 61.20%. То есть, в общем-то, практически ничего не забрали. 0.11%. Развернули данный инструмент. Так. Это еще у нас плюс 0.11%. Получается 1.5%. Ну, торговали мы с плечом 1 в 3. Соответственно, умножаем на 3. Получается 4.5%. В общем-то, заработали. Далее... Убираем этот инструмент. Тоже не интересен. Пока. Будет интересен, когда будет возле вот этой отметки. Я для себя помечаю. Когда подойдет в район уровня 61.2. В общем-то, отсюда будет интересен шорт. Вот отсюда. И вот так вот. Пока не интересен. И вот сюда. Вот так. Так, теперь что на сегодняшний день. Итак, неделя у нас зафиксирована в 4.5%. В принципе, хороший результат. Некоторые сделки я показывал в канале Telegram. В своем канале вот здесь. Они отражены. Можно наблюдать. Так, далее. Евро, иена. На сегодняшний день. В принципе, данный инструмент у нас находится... Сейчас, момент. Данный инструмент у нас находится в среднесрочном и краткосрочном падающих трендах. В общем-то, по разделительной линии среднесрочного падающего тренда подошли и уперлись, в общем-то, в границу разделительной линии канала. А также подошли к верхнему уровню краткосрочного падающего канала в дне. На мой взгляд, интересно данный инструмент открыть позицию от шартов. Я, кстати, уже зашел. Уже это видно в канале Telegram. Там робот должен был передать. Я еще, честно говоря, не смотрел, но должно уже было передаться туда. Вот. Я уже в шартах по данному инструменту. Буду шартить в район уровня 121.97 с расчетом на Take Profit в 0.45%. И стоп я прячу внимание на 0.49 за уровень 123.00. То есть куда-то вот сюда. То есть это, в принципе, такая сделка быстрая, спекулятивная, с одним-то и профитом по тренду. В общем-то, она должна быть такая, ну, скажем так, быстрая. Отбиваем мы, в общем-то, отбиваемся вот от этого консолидационного сбора, который у нас был в сентябре месяце. Долго стояли тут, бились-бились, не могли его пробить. И вот вчера и сегодня подошли, идет второй день подряд ретест этого уровня. Два-три дня, я думаю, возможен поход вниз с ретестом уровня, еще раз повторю, 121.98. Здесь у нас уже стоит Take Profit. То есть я уже в шартах. Далее, евро-рубль. Евро-рубль. Так, евро-рубль уже у нас отскочил, он уже ушел. Момент. Момент. Так, данный инструмент хотел дать я... Это он так быстро ушел у нас. Да, к сожалению, данный инструмент уже ушел, прогноз не актуален. Соответственно, пропускаем. Если будет возврат к нижней границе... Если будет возврат данного инструмента к нижней границе среднесрочного растущего тренда, 91.51, вот у меня сейчас стоит курсор на этом уровне, то, в принципе, я буду открывать позицию в направлении лонгов с Take Profit в 2.67% на отметку 93.95. Стоп в 2% вот за эту шпильку на отметку 89.67. Рынок волатилен движется быстро. Буквально тут несколько часов назад я еще с утра дома смотрел. Вот. Поставил, что надо отдать его в прогноз, но он уже ушел. Так, далее. Фунт австралиец. Фунт австралиец, на мой взгляд, интересен к шартам. К шартам уже вот отсюда. В общем-то, смотрите, что здесь по нему складывается. Я считаю, довольно рискованная сделка, поэтому на ваше усмотрение можете заходить, можете не заходить. Разделяю в 4 часа. Здесь у нас получается, во-первых, мы находимся в таком, ну, скажем так, среднесрочном падающем тренде, то есть его можно вот так вот отрисовать. Я извиняюсь, у меня тут подтормаживает компьютер. Сейчас момент. Так, и вот так. Находится данный инструмент в среднесрочном падающем тренде. И здесь по нему отрисовалась двойная вершина. Двойная вершина, то есть вот это разделитель ее. Вот разделитель. И, в общем-то, раз, два, раз, два. То есть вот так пробили, вернулись. И, в общем-то, вот отсюда, я думаю, можно попробовать расторговать значение вот этого вот всего консолидационного сбора. И, в принципе, можно попробовать отработать данный инструмент от шартов, ну, вот куда-то сюда, может быть, еще даже пониже, вот куда-то вот сюда. Стоп довольно глубокий, 0,69% в зону вот этих вот консолидационных сборов и в зону, скажем так, 83,93, уровня 83,93. В принципе, можно попробовать, но, еще раз повторяюсь, довольно рискованная сделка, так, к ней нужно присмотреться еще. Надо посмотреть, надо дождаться, скорее, закругления по данному инструменту. В общем-то, возможно, что вершина, двойная вершина будет отработана в район вот сюда, вот где-то в район вот этого вот консолидационного сбора, вот консолидационных вот этих уровней. То есть тейк надо поставить прямо непосредственно над уровнем 81,00 на отметке 81,21, ну и заходить где-то вот примерно от уровня 83,00. И, да, можно прямо сейчас по рынку заходить и прятать, как я сказал, за уровень, стоп прятать за уровень в район 83,94, чуть-чуть повыше уровня 84,00, куда-то туда. Вот, и считаю, это тоже может быть достаточно быстрая сделка, но, еще раз повторяюсь, такая довольно рискованная. Так, вот отсюда вот такое движение, у нас, в принципе, можно забрать 0,86%. И австралиец-канадец, в принципе, данный инструмент у нас движется в среднесрочном падающем тренде. Вчера такой мощный свечой амплитудный пытались вывести из этого тренда, но, в общем-то, я думаю, что у покупателей ничего не получилось. Впереди тут достаточно мощный такой стоит уровень, он уже себя зарекомендовал, видите его. Это уровень 93,93. Подошли к нему, пробили. И сегодня уходим обратно. В общем-то, на ретесте можно подбирать позицию в направлении шартов. Стопится вот за эту шпильку, стоп довольно глубокий, на отметке 0,94, 61, 0,71%. Первый тейк-профит в район 0,41 и второй тейк-профит будем ставить вот по этой вот шпильке на 0,98, на отметку 93, 0,5. Если здесь возьмется позиция и зафиксируется первая половина позиции по тейк-профиту, тогда, соответственно, стоп нужно будет прижать. Тут нужно будет посмотреть еще, куда его прижать. Ну, я думаю, вот по этим консолидационным шпилям. Ну, в общем-то, просматривается данный инструмент в направлении шартов, канадец. Я уже хочу сказать, что я уже в позиции. Я сегодня скрин уже положил. В общем-то, вот здесь я вот заходил. Все здесь понятно. Вот, все это я обозначил уже. Тот, кто со мной, тот уже зашел. Вот, а больше так по рынку я ничего не могу сказать, кроме того, что высокая пока волатильность. Но всем понятно, с чем она связана. Поэтому, в общем-то, можно и заработать, а можно и потерять. Я бы так, конечно, воздержался от торгов для тех, кто где-то в чем-то не уверен. Но я буду продолжать торговать. Я торгую, выкладываю свои скрины, идет в онлайн-торговлю. В группе Telegram видна и по Америке, и по валютному рынку. То есть у меня идет полная расторговка. Все, Игорь Николаевич, я закончил. Если ко мне есть какие-то вопросы, я готов ответить. Хорошо, Андрей, спасибо большое. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы. У меня вопрос я покажу на экране. И вопрос звучит так. Вот дневной график евро-доллара. Текущая цена 1.1669. И у нас есть цели здесь. Цель Оксаны 1.1810, цель Алекса 1.222 и цель Александра Жилина 1.1495. Если вы посмотрите в чате, как раз Александр спорит с Алексом насчет того, куда идем, вверх или вниз. Из указанных целей Александра Жилина, Оксаны, Алекса, какая цель вам наиболее близка в моменте? Вот прямо сейчас вы смотрите на график. Вы нам рассказали свою точку зрения. Вчера мы подробно все эти темы обсудили, евро-доллара. Вот на ваш взгляд, что наиболее реальное из того, что вы видите сейчас, уже после выбора? Я цели не ставлю. Если в моменте, то я вижу... Я не то, что вижу, я загрузился с утра. Точнее, не я, извиняюсь. Мой партнер загрузился с утра, поэтому я дам по нему прогноз. Могу показать график, если не интересно. Да, давайте, это очень интересно. Партнер, это вот ваш коллега, да, который по-моему, швейцарский коллега? Или кто-то другой торгует? Другой есть еще, товарищ. У нас, я говорил, с самого начала у нас трое. Трое, да, вот третий коллега ваш торгует. Хорошо, ага, давай. Багдан в основном разторговывает арбитраж Америка. Америка, я понимаю. Так. Бежит видом. Видим хорошо, поднимайте график. Видим, ага. Что-то у меня тормозит так все. Нет, мы видим график, мышку видим, движение, все. Так, двойная загрузка была, первая загрузка была у нас, точнее у нас, не буду назвать имени, 16, 19 раз позиция была открыта, вторая позиция была открыта, 16, 47, все в лонг, сейчас стоим в профите. Первая позиция будет зафиксирована, 16, 92, вторая позиция, смотрите, аж куда утащил тейк, вот, но я думаю, это в моменте утащил так, а пододвинет, пододвинет, я думаю, нижние границы, куда-то в район. И а какая циферка, какая циферка сейчас, я вот неинтересно, сейчас в моменте, как он видит, какая циферка наверху? Сейчас он будет, сейчас первую половину позиции будет фиксить на 16, 90, примерно. 16, 90, 16, 92. Я понял, а вторая высокая позиция, там чуть ли не 1, 19, как сказать. Да, вторая высокая позиция, 19, 65. Но здесь стоит еще, сопровождает автоматика, она может подогнать. Я понял, но мы сейчас как раз интересуемся тем, как ваш коллега видит сейчас моменты, как он пытается на этом заработать. В моменте в лонг, в дне, в 4 часах, все в лонг. Вчера в лонг дала, уже на руловере дала в лонг. Наверное, когда он там заходил, я не знаю, но может быть даже ночью после сужения спреда зашел, я не знаю. Ясненько. Поняли вас, то есть сейчас по логике вещей вашему коллеге ближе тема Оксаны, потому что его цели даже выше, текущие цели, главные такие, дальние, даже выше, чем цели Оксаны 1.18.70. Поняли вас, Андрей? Спасибо вам большое за вас, очень интересный обзор, за комментарии по евродоллару и даже за показанные позиции, которые, я не сомневаюсь, многие из наших коллег захотят повторить и разделить ваш успех. Евродоллар повторять не надо, уже находимся в позиции. Сейчас интересно формируется по фунту. Ну, если по фунту, вот я вчера давал, что будет движение наверх, а потом откат, вот как раз возле нижней границы стоим. Я не знаю, что вот как только подойдет к нижней границе среднесрочного растущего тренда, там будет интересно на закруглении по импульсу заходить. Я понял вас. Ну, это мы тоже не забудем, это мы тоже услышали. Андрей, спасибо вам большое за ваш обзор, вам хорошего дня и удачи сегодня. Всего хорошего, Игорь Николаевич, будьте здоровы, всем профи-то, ребята, до свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо. 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 Спасибо.